Непонятно, откуда они появились, никто о них раньше не слышал, и вдруг стали сильнее всех. Но тут переводить нечем. Так и кричали. И они подошли прямо к римским границам. И каждый день погибали больше и больше римлян. Весь Восток был покорен дунами. Все восточные границы Византии. Римлян. Они никогда не отступали. Они ничего не оставляли письменного. Но их враги были достаточно грамотными, чтобы все описать. И тот, кто победил Угунов, выдвигался быстро однозначно правители. Высшие сферы. Если бы не было лошадей, и не было бы искусства такого рождения, они бы не победили. Сколыбели и до смерти. Седлежи. Они, как бы, вместе рождались. Уже ему маленькому самому дарили три года. У каждого было две-три лошади. Они такие, как срослись, лошадью. Со своей лошадью. И в день и ночью они были лошади. И спал он на шее лошади. Он спал на шее лошади. Продолжение следует... 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 Ну, к своим повозкам. Десятки, десятки. Десятки тысяч. Раненых добивали. Кто захватывал Рейн? Рейн, они перешли гуны. Гуны! Гуны захватывали Рим. Нет, уже отошли. Это Рим. На Рейне битва была. На территории современной Франции. Сегодня это Франция. С римлянами. Это римская священная империя. Рим, римляне состояли из немцев, гипидов, гуманцев, галлеров. Много битвов. Гуны, я accum accessible. Римлян. Римлян, разв хоча. Аниса Protтига. Римлян. Римлян, простреливали свою новую Родину. Хватило одного поколения, чтобы забыть об этом. Да, барбары. Потом исчезли губы. И они исчезли, так же быстро, как появились исчезли. Очень мало исторических следов осталось. И в истории мало, но не совсем мало. Почему? Почему они были войнами? Мы победили Рим. Почему?